Всем привет, с вами снова Нагвали. Сегодня, как обычно, по воскресеньям мы подводим итоги прошедшей недели. Закончился сентябрь, закончились премиумы на всех твинках, закончилась снова у меня вся голда, ну и подошел к концу сентябрьский этап марафона. Все задания за сентябрь я выполнил, квестов не перевыполнял, в таблице рейтинга меня нет, можно даже не искать, но и заодно сейчас рассмотрим задания на октябрь, что же там нового, насколько сложно будет их выполнять. Как было написано в новости, задания за октябрь должны в сумме нам дать 270 жетонов, то есть за каждый блок должно быть не по 10 жетонов, как здесь написано, а по 30, чисто теоретически. Ну и опять же очередной косяк мэйлов это то, что очки чести зачисляются не в количестве, сколько вы получили очков в чести, а сколько вы выполнили квестов на получение этих очков в чести, то есть для того, чтобы закрыть марафон за октябрь, вам необходимо выполнить 30 тысяч квестов на очки чести. Ну на неофициальной странице локализатора Farhage было написано, что им известен этот баг и к понедельнику они его исправят, но будем надеяться, что у них получится это сделать с первого раза. А вообще такое ощущение, что сотрудникам Mail.ru, которые отвечают за техническую часть, за корректную работу всех этих сервисов, им платят за то, чтобы они косячили и фылили как можно больше, потому что в любой более-менее адекватной нормальной бизнес-конторе за такие стабильные косяки, как правило, увольняют, ну или как минимум штрафуют. Здесь же мы видим ровно обратную ситуацию, от профы к профу, будь то ивент, будь то какая-то акция на сайте, вечно какие-то косяки, глюки, баги, фейлы и так далее. Ну вы блин, даете, ей богу. Ну да ладно, вернемся к списку заданий на октябрь, что у нас здесь. Выполнить любое задание темницы Дауты и Нагашар, то есть это для 50+, это рейдовые инста типа, но в принципе в текущих реалиях их вполне зафармить и вдвоем. Дальше третье задание, 20 раз суммарно нужно выполнить исследование читальных залов 1, это на первом этаже, убиваете 20 мобов, квест берется перед входом у НПС, ну в принципе достаточно легко, можно даже не одетыми твинками это сделать. Ну и последнее, четвертое, это очки чести, забагованные на текущий момент, 30 тысяч ков чести, в принципе накопить тоже достаточно легко, сейчас есть всякий Эйфенхайл, бухта китобоев, призрачка, кровавая, там кучу очков чести даются, я думаю максимум за неделю вполне реально этих 30 тысяч набить, если не халтурить. Но обязательно задание, тут куча тоже всяких квестов, в принципе выполнить их не проблема, тем более, что вот есть битва в бухте китобоев, как раз можно выполнять параллельно с квестами на очки чести. То есть достаточно просто, осталось только подождать, пока мэйлы исправят баги с отображением количества жетонов, получаемых за выполнение всех этих квестов и отображение очков в чести, полученных тоже по марафону. Теперь, что касается ивента, который проходит в Хазире, наконец-то я смог накопить 120 жетончиков, а вообще вполне реально было бы накопить и 240, если бы я смог поднимать свою ленивую жопу в 8 часов утра и выполнять все дополнительные квесты 3 раза в день. Что же касается этих хазирских жетонов, то очередной косяк мэйлру, вроде бы как обещали нам поменять их на обычные, но ничего подобного мы не видим, они по-прежнему являются в инвентаре, что делать с ними хрен его знает, никаким образом их обменять на нормальные пока что нет возможности. Кто в теме, что нужно делать с этими жетонами, можете написать в комментах, я думаю многим это будет полезно. Себе же с этого ивента я взял руну закройщика костюмов и вот такой светильничек, который стоил 50 жетонов, этих 50 жетонов я накопил на твинке, в принципе если запариться, можно было бы нафармить таких светильников побольше всеми твинками и продавать их на аукционе, сейчас на них довольно неплохая цена. Даже несмотря на то, что им это идет уже достаточно давно, особенно если потом немножко подождать, выждать время и цена немножко на них повысится, в принципе можно было бы так пару тысяч голды вполне спокойно наварить тупо на этих светильниках, ну как-то так. Ну и раз уж тема пошла о заработке голды, рассмотрим чем же я зарабатывал голду на этой неделе. В целом все было достаточно уныло, большую часть времени на всех пугалах я выращивал обычно только криптомерии, иногда червей для РБК, бревна перерабатывал в упаковке древесины, упаковки древесины шли сразу на продажу, в принципе цена на них достаточно неплохая. Ну и также подкрафтивал немножко расходки, пока есть ресурсы, крафтим красные банки, потом эти красные банки обычно я перекрафчиваю в топовый грейд, если на аукционе есть достаточно дешевый бальзамин для этого дела. Также, как я уже говорил, на всех твинках закончился премиум, а это значит пришло время забрать монетки дару, которые там накапывали за месяц. Но помимо монет дару, которые я получал за счет премиума, еще куча монет дару накопилась за счет ивента, который проходил в мираже. Поэтому кроме стандартных кристаллов истинного лунова и солнечного акхиума, я закупился еще немножко всякой расходки, просто чтобы слить остатки монет дару и на всех твинках было одинаковое их количество, так проще следить со всеми твинками. Но проблема в том, что все эти свитки, полученные за счет монет дару, сейчас на аукционе продать достаточно проблематично, потому что цена на них очень-очень слабенькая, почти в два раза меньше, чем обычно. Допустим, если сейчас я продам все, что накопил за ивенты и за счет монет дару с твинков, то это выйдет где-то в районе 6 тысяч голды, если подождать немножко, недельки 2-3 и потом продать, то это выйдет где-то в районе 10 тысяч голды, то есть плюс 4 тысячи голды, если просто немножко подождать. Поэтому я так и сделаю, я подожду, пока не буду все это дело продавать, потому что сейчас не самый лучший момент для этого дела. Ну а теперь второй мой способ заработка голды, это фарм садов наслаждений, на этой неделе набил я по 30 котомочек, 30 фиолетовых, 30 синих, сейчас мы их всех откроем и посмотрим, что нам нападает. Итого 14 синих и 40 с копейками зеленых. Ну как обычно, зеленые перекрафчиваем в синие, итого у нас получится 18 синих гравировок за эту неделю. Ну короче, сразу перейдем к итогам открытия этих 18 гравировок, что же мы получили. Ну и как бы то ни было странно, больше всего нападало самых голимых гравировок, 4 гравировки двойных натянутого лука и 5 гравировок двойных чаши врачевателя, которые на аукционе можно спихнуть максимум за 100 голды. Ну а с остальных гравировок где-то в общей сложности у меня получилось выручить в районе 5000 голды. Короче говоря, хоть на этой неделе и получилось неплохо, пофармить сады наслаждения почти каждый день ходили, но в итоге выручка получилась так себе. Ну а теперь под конец, как обычно, считаем сколько голды я заработал за неделю, заберем все письма с почты. На складе у нас ничего нету, в инвентаре всего лишь 24 голды, то есть как обычно, к концу недели я слил практически всю голду, еще пару раз пришлось забрать немножко писем с почты, чтобы докупить недостающих ресурсов. Но голда ушла в основном на покупку ожерелки мудреца, о которой я говорил на прошлой неделе и также еще попробовал загравировать свой посох, поставить хотя бы штучек 5 гравировок на крит урон, но в итоге вместо 3 у меня теперь стоит 2 гравировки и минус где-то 5000 голды на это дело. Вот такой вот я везучий. Ну и в итоге получилось 11500 голды, за эту неделю довольно скудный доход, ну как я уже говорил, продавал я в основном только упаковки древесины и немножко гравировки садов наслаждений. Но опять же, эта голда залежится у меня ненадолго, так как я уже говорил, у меня закончился премиум на всех твинках, соответственно нужно снова потратить где-то 8000 голды на покупку жетонов, чтобы этот премиум продлить. Так что 8000 голды снова покидают мои карманы. И остается всего лишь 3600 голды на эту неделю, посмотрим сколько же заработаем голды за следующую. Ну вот в принципе и все, что касалось событий этой недели. Что касается тестов игнора сопротивления, пока что на этой неделе руки до этого не дошли, посмотрим, быть может на следующей неделе этим займусь. Ну а на сегодня все, спасибо за просмотр, с вами был Нагваль, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok